В Хабаровском крае скоро запретят продавать алкоголь после 22.00 и до 10 утра. Закон вступит в силу в марте этого года. Одним эта жизнь усложнит, другим, напротив, облегчит. Возможно, подвыпивших и хамоватых горожан на улице Хабаровска мы будем видеть меньше. Борются за достижение этой цели представители молодого поколения. В общем, не вся молодежь-то уже не та. О здоровом образе жизни и его защитниках материал Павла Егошина. Слышите, брал сигареты. Эти парни за здоровую атмосферу в общественных местах. Девятиклассники Владимир Вячеслав в свободное время не просто по улицам околачиваются, а ведут борьбу с пьянством и курением. Свои рейды снимают и выкладывают в интернет, чтобы нарушителей знали в лицо. Подходим, да. Подходим, просим выкинуть сигарету или пиво. У нас на первом микрорайоне постоянно, ну, агрессивно относятся к этому. А в центральной части города вполне нормально. Со 2 марта активистам будет работаться легче. В силу вступит закон об ограничении продажи алкоголя после 22.00. Его в Хабаровском крае продвигала молодежь. Общественный деятель Никита Кантышев с ребятами собирал подписи. За пару месяцев 2,5 тысячи голосов. На этом парни не остановятся. Они намерены проводить рейды по магазинам и делать контрольные закупки, чтобы проверить, как действует распоряжение властей. А в тех местах, где все-таки недобросовестные какие-то продавцы будут продавать, если мы это будем, мы обязательно будем на это обращать внимание, за этим следить. Если мы такие места выявим, то однозначно это будет обращение в полицию, это будут какие-то закупки и так далее. То есть, однозначно это будет контролироваться. За закон об ограничении времени продажи алкоголя выступила активная молодежь. Все для того, чтобы молодые люди, вместо того, чтобы распивать горячительные напитки на лавочке, разогревались на турниках. Некоторые журналисты решили тоже присоединиться к нам. Давай. Хабаровские оперативники надеются, что после вступления закона в силу у нас в городе будет меньше пьяных дебошей. По статистике, в 2015-м каждое третье преступление в крае было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто ссоры в ходе распития спиртных напитков перерастают в конфликты, в ходе которых применяются и ножи, и другие подручные средства. Тяжкий вред здоровью, порой нанесенный одному из оппонентов, может закончиться даже летальным исходом. Многих хабаровчане поддерживают ограничение продажи алкогольных напитков. Поводы есть. Наверное, это правильно, чтобы утром люди были трезвые и хорошо работали. А если продавать, то можно на ночь хорошо выпить и утром вообще не встать. Конечно, люди будут раньше, все равно покупать, они просто будут в магазин приходить до 10, но, тем не менее, мне кажется, трезвый ум, четкое сознание, оно на пользу. Плюс ко всему, три дня в году алкоголь в Хабаровском крае не будут продавать вовсе. 1 июня в Международный день защиты детей, 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний. Павел Игошин для программы «Настоящее время».